Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бестворение святителя Анна Затолуста из бесед на книгу «Бытия». Он, Христос, сказал, любите врагов ваших, благословляйте гонящих вас, молитесь за обижающих вас. И так, как заповедуемое было важно и весьма возвышенно, то присовокупляет, и добудете подобный Отцу вашему, который на небе. Ибо Он посылает солнце свое сиять на злых и добрых, и посылает дождь на праведных и неправедных. «Видишь, кому уподобляется, сколько это возможно для человека, тот, кто не только не мстит оскорбившим его, но и усердно молится за них. И так, не лишим себя по нерадению столь великих даров и наград, превосходящих всякое слово. Но всячески будем стараться об исполнении этого повеления и, употребив даже принуждение себе, приучим свою душу покориться заповеди Божией. Для того ведь я и сделал сегодня это увещание, предложил притчу и показал величие этой добродетели, прощение обид и обилие, происходящее от нее для нас пользы, чтобы пока еще время каждый из нас, у кого только есть враг, постарался ласковым своим обращением примирить его с собою. И никто не говорит мне, я и раз, и два просил его врага, но не согласился помириться. Нет, если мы искренне хотим примириться, то не отступим от врага, пока не победим его своими усиленными просьбами, пока не привлечем к себе и не заставим прекратить вражду против нас. Разве ему через это мы оказываем какую-либо милость? Нет, на нас самих переходят плоды доброго дела. Мы этим привлекаем на себя благоволение Божие, приобретаем в себе прощение грехов, получаем великое дерзновение пред Господом. Если мы сделаем так, то будем в состоянии с чистой совестью приступить к этой священной и страшной трапезе и с дерзновением произнести те слова, содержащиеся в молитве Господней. То есть слова «и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Посвященные верные знают, о чем я говорю, поэтому предоставляю совести каждого знать, с каким дерзновением мы, исполнив эту заповедь, можем произносить эти слова в то страшное время литургии. «Если же пренебрежем эту заповедь, то какому подвернемся осуждению, поступая вопреки словам своим, дерзая произносить слова молитвы безрассудно и легкомысленно, скопляя для себя более и более огня гиенского и возбуждая против себя гнев Господа? «Радуюсь и восхищаюсь, видя, что вы с удовольствием слушаете меня, что вы стараетесь расположить себя к примирению с врагами и привести в исполнение эту заповедь Господню. В этом-то и состоит врачество душ наших, в этом исцеление ран наших, в этом самый лучший путь угождения Богу, в этом самое верное отличие боголюбивой души, когда, то есть, мы все исполняем ради закона Господня, все исполняем ради закона Господня, и не поддаемся неблагородным мыслям, но становимся выше страстей, представляя себе благодеяние, ежедневно оказываемое нам Богом». И в самом деле, сколько бы мы ни старались, мы не можем, однако же, изобразить и малейшей части не тех благ, которые нам уже дарованы от Бога, не тех, которые ежедневно не спосылаются, не тех, которые еще уготованы нам в будущей жизни, если мы захотим исполнить его заповеди. Итак, каждый, выйдя отсюда, сделай это делом, поспешай к нему, как к величайшему сокровищу, и немедленно сколько, хотя бы пришлось потрудиться, или поискать, или совершить длинный путь, или преодолеть какие-либо затруднения, устраним эти препятствия. Об одном только позаботимся, как бы нам исполнить заповедь Господню и получить награду за послушание. Знаю, что нелегко и неприятно пойти к тому, кто враждует и злобствует против нас, встать и начать разговаривать с ним. Но если ты размыслишь о высоком достоинстве этой заповеди, о великости награды, и о том, что польза от этого доброго дела обращается не на него, а на тебя, то все покажется тебе легким и удобным. Итак, содержа это в своих мыслях, будем побеждать худую привычку и с благоговейным расположением исполнять заповеди Иисуса Христа, чтобы нам и от Него удостоиться наград, благодатью человека любим, благости Его, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресной, во веки веков. Аминь.